Начало 14 века Украинские земли, опустошенные монголо-татарами, начинают возрождаться к жизни, но лишь на уровне самоуправляемых общин. Князья правят только в Галецко-Волынских землях, а в центральных регионах некогда могущественной Киевской Руси народ не доверяет отдельным представителям шляхты, выжившим после нападения Орды. Их обвиняют в том, что княжеские междоусобные войны привели к поражению от монголо-татары фактической потери государственности. В это время на севере появляется новая мощная сила. Как писали летописцы, Литва вышла из своих болот, чего раньше никогда не делала. Литовские князья во времена рассвета Руси были данниками Киевского престола. Но Русь пришла в упадок, а литовские племена, наоборот, закалились в постоянных войнах с Тевтонским и Ливонским орденами. Поэтому, когда почувствовали в себе силу для экспансии на земли соседей, двинулись на юг. Их вассалами стали Лукомские, Доргочинские и Берестейские князья. Литописец писал, правители Литвы захватывали земли не столько силой, сколько мудростью, где уговорами, где щедрыми дарами, а где-то удачными браками с местной элитой. Литовские князья Великое княжество Литовское в то время было православным. Рюриковичи были связаны с великими князьями литовскими. Например, святая Юстиниания, которая происходила именно с Рюриковичей, она родилась именно на этих территориях. Литовские князья Русинская речь закрепилась на уровне общегосударственной. Во времена рассвета Великого княжества Литовского 90% его населения составляли бывшие русичи, а в то время русины. И еще. Первые литовские князья на нашей территории были литовскими разве что по происхождению, но по культуре уже вполне русскими. Не зря же летописец вложил в уста князьям-литовцам выражение, которое превратилось в кредо их политики на наших землях. Мы старины не рушим, а новизны не заводим. Впоследствии даже литовское происхождение династии Гедеминовичей рассеялось в местных благородных родах. А те из князей, которые отступили на север, потом образовали Великое княжество Литовское, государство, ставшее правоприемником Киевской Руси. Если вы внимательно посмотрите на документы, в том числе 15-го, начало 16-го века, когда различным литовским землевладельцам предоставлялись те или иные земли на территории бывшего Киевского княжества, то они предоставлялись по дедовскому праву. То есть это значило, что эти земли когда-то принадлежали их дедам и прадедам. И это действительно так. Уже во времена короля Даниила Галицкого русская элита активно проникает на территорию Литвы. К примеру, там княжили два сына самого Даниила. Роман Даниилович княжил в литовской столице, Новогрудке, с 1254 года. А после того великим литовским князем стал его брат Шварно, который был женат на дочери основателя литовской династии, князя Миндовга. После Шварна княжил какой-то вид Роман по прозвищу Волк, которого русские летописи упоминают лишь по имени. Поэтому и неудивительно, что гедеминовичи считали себя такими же русскими князьями, как и Рюриковичи. Более того, эта русская самоидентификация позже, во времена Объединенной Речи Посполитой, часто разобщала потомков этих русских князей с высшими представителями шляхты польской. Потому что литовско-русские князья были преимущественно православной веры и отстаивали права всех представителей русской веры перед лицом посягательств поляков-католиков. Среди известных защитников православия были князья Острожские, Вишневецкие, Сангушки и другие. Все они были весьма влиятельными лицами. ВЕЛИКОГО КНЯЖСТВО ЛИТОВСКОГО Были потомки великих князей, которые не признавали Кревскую унию, и они попытались выделить бывшую территорию Киевского и Подольского княжеств в отдельное княжество литовское, русское и жемайтийское, которое должно было стать независимым государством. Но в результате ряда поражений от этой идеи отказались. Однако Кревская уния была подписана только в 1385 году. По ней Великое княжество Литовское объединялось с королевством польским, благодаря чему образовалось единое государство – Речь Посполитая. Но что же происходило за столетия до того, как случилось, что за столь малый срок уничтоженные монголо-татарским нашествием русские земли смогли стать основой для такого мощного государства, каким было Великое княжество Литовское и Русское. Заметим попутно, что соседняя Московия только за пять лет до Кревской унии, а именно в 1380 году, формально сбросила монголо-татарская игра. Об этом поговорим чуть позже. Но ордынская оккупация, собственно, и была той большой проблемой, которая объединила русских и литовских князей сначала в коалицию, а затем и в единое государство. Еще в XIII веке совместными усилиями литовские и русские князья неоднократно громили войска монголо-татар. В 1263 году на реке Припять, в 1276 на речке Окуневка с тех пор татары утратили власть над западными и северными русскими землями. Однако окончательно литовско-русское Великое княжество освободилось от орды после битвы на Синих водах. Все точки над И расставила Синеводская битва, когда один из темников Золотой Орды, Мамай-Кияд, поддержал Великого князя Литовского и присоединился к нему со своим половецким войском. А Мамай-Кияд был половецким темником. Половцы по одной из теорий считаются предками украинского казачества. Так вот, Мамай поддержал Великого князя Литовского и это помогло последнему победить других темников Золотой Орды. В результате победы в битве на Синих водах Литовско-русское княжество освободило от Татар-Киев и все Подольское княжество, фактически земли всей Центральной Украины. Герой этой битвы, темник Мамай-Кияд, больше, конечно же, не вернулся в Орду. Он осел на наших землях вместе со своим войском. Известно, что его внук Олексо Мамай уже был христианином и получил от князя Вудел город Глинск, который сейчас находится в Полтавской области. Собственно, от этого Олексо Мамая и пошла благородная династия князей Глинских. Княжество Глинских, собственно, и стало таким пограничным буфером против нападения отрядов Золотой Орды. На этой тяжелой пограничной работе князья Глинские настолько укрепили свой авторитет и свою власть, что распространили пределы княжества аж на правый берег Днепра. Казак Мамай, портреты которого висели в каждом украинском доме, это не что иное, как культ предков, как чествование того Мамая Кията, который стал прообразом всего украинского казачества. Но это был реальный человек, основатель этого Глинского княжества на землях полтавских, черкасских, то есть на исконных казачьих землях. Мамай Кият является ключевой фигурой своего времени. Именно благодаря его неустанной энергии на наших территориях менялись государственные системы и политические режимы. Начнем с того, что родовыми землями половецкого рода Кият было все Северное Причерноморье, включая и Крым. Поэтому, когда темник Мамай заключил союзническое соглашение с литовским князем, то все эти земли фактически тоже вошли в состав Великого княжества Литовского и Руського. Представители Золотой Орды, конечно же, не могли простить ему этого. Хан Каганбек неоднократно устраивал карательные походы в земли Мамай Кията. И основной ударной силой в этих походах были дружинники князей московских и нижненовгородских. Именно благодаря карательной экспедиции московитов Мамай потерял земли Булгар. Поэтому Московия была для союзников Мамая и литовско-русского князя Ягайла заклятым врагом. Это нужно знать, чтобы разобраться в еще одной большой фальсификации россиянами нашей общей истории, а именно в Куликовской битве, которая подается российской историографии как момент освобождения Московии от татарской зависимости. Если мы говорим о так называемой Куликовской битве, которую считают переломным моментом в истории московского царства, то следует знать и то, что было после этой битвы. На самом деле, почему она произошла? Потому что Мамай Кията, которым мы уже упоминали, не дождавшись подкрепления со стороны литовского князя Ягайла, решил атаковать московского князя Дмитрия, который в то время поддерживал правителя Золотой Орды, хана Тахтамыша. Российские историки выдают это событие за победу московитов над Золотой Ордой, которую ложно ассоциируют с темником Мамаев. Мол, князь московский Дмитрий победил татар и освободил свое государство от монголо-татарского ига. Хотя на самом деле против Золотой Орды воевал как раз Мамай, а князь Дмитрий выступил на стороне официального золотоордынского хана Тахтамыша. Поэтому Куликовская битва никоим образом не повлияла на изменение статуса Московии в государственной структуре Золотой Орды. Они и дальше оставались провинцией этого стареющего государства. Тем более, что на самом деле князь московский Дмитрий и не победил в Куликовской битве. По дороге в Москву его догнал литовский князь Ягайло и разбил, так что сам Дмитрий сбежал от погибели с небольшим эскортом. Большинство дружинников московского войска полегло, а обозы достались литовско-руськой армии Ягайло. Но это уже тема для следующей программы. А пока помните, что каждое явление имеет свои за и против, свои про, и про, и про. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова